Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила украинцев за солидарность с белорусским народом. Она отметила, что то же чувство несогласия, которое вызвало в Украине революцию, вдохновило к борьбе и Беларусь. Борьбу белорусов против власти Александра Лукашенко Тихановская сравнила с борьбой украинцев. Об этом политик заявила во время выступления на Киевском форуме безопасности. Она подчеркнула, что белорусов вдохновила готовность народа Украины бороться за свое достоинство, за национальную свободу, за свои права и свою родину. «Я восхищаюсь духом солидарности, который можно услышать от Украины и украинской нации относительно Беларуси. Спасибо, наши дорогие братья и сестры, за поддержку наших мирных протестов», – сказала Тихановская. Она отметила, что Украина сейчас борется за свою территориальную целостность в международно признанных границах, а Беларусь за независимую нацию и свободу. Ранее Тихановская заявила, что планирует визит в Украину после местных выборов, которые состоятся уже 25 октября. Заметим, что накануне лидер белорусской оппозиции дала пространное интервью. В нем она рассказала об ужасных пытках активистов в Беларуси, объявлении себя в межгосударственный розыск и основные причины, почему в стране начались массовые протесты. Главные тезисы из интервью Тихановской. На ситуацию в стране повлияли потеря властью, интернета и наглое отношение к людям. Люди в начале эпидемии увидели, что белорусы не значат ничего для власти. Почему в Беларуси начались массовые протесты против власти? Тихановская назвала основные причины. То, что Тихановская попала в розыск в России и Беларуси, ее совсем не волнует. Был бы человек – статья найдется. Объявление в межгосударственный розыск не позволяет ей въехать в Беларусь и Россию. Однако остальные страны для нее открыты. Кроме того, Светлана Тихановская считает, что силовиков в Беларуси власть держит на материальном крючке. Кроме того, правоохранители зомбированы, о чем свидетельствует их отношение к протестующим. Что касается заводов, то руководство за самопровозглашенного президента, а большинство рабочих против. Тихановская заявила, что силовиков держат рублем, а некоторые из них – как зомбированные. «Мне рассказали, что это люди с таким взглядом, будто совсем не понимают, что они делают», – отметила оппозиционерка. Она подчеркнула, что нормальные люди такими зверствами, которые правоохранители совершают в отношении протестующих, не занимались бы. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok